Проблемы не только у пациентов, а и у медиков. Працевники худкой допомоги открыты распавяли про складанность у своей працы. Как доведаться, что ж не пакует медиков с поселка Октябрьске, на Гомельщину выбралася Алена Дубовик. С Дыматью Октябрьске мы приезжаем не в первый раз. Расте из-за всей массовой проблемы, связанной именно с медициной. Каля двух годов тому, в шпитале изменился головный доктор. И с этим некоторые працевники связывают основные складанности. Какие основные тяжкости, с которыми вы сутокнулись в последний час? Наверное, наибольшая трудность для нас, фельдшеров, это в первую очередь, наверное, транспорт. При транспортировке пациента со Светлогорска произошел при движении практически по ровной дороге. Из-за неработающей подвески произошел привычный вывих плеча, что при нормальном автомобиле просто-напросто не было никогда. Везёшь больной и что? И думаешь, как ты, довезёшь или нет. По твоей это вине будет или машина выдержит или не выдержит. Поводля працевников проблемам с организацией працы у подразделений худкой допомоги Хапая. У кировцев нема наводпакоют для отпашинку. Плитка падает прямо на голову. Шести квадратов уже. Пришел Николай Иванович вечером лежит на подушке плитка. Незадоволенные медики и организации працы подчас пандемии. Каждую ночь практически ездили на тот же Гомель, возили не по одному человеку, по три, по шесть, по-моему, даже было пациентов за один раз с ковидом. А премию вам дали за вашу працу эти надбалки офицейные? Смеётесь? Один раз за всё время было ковидные были. Мне лично в размере, по-моему, тысячи рублей. Узникли проблемы и с дезинфекцией машину после транспортования хворых с ковид-19. Займаться этим просто нема кому. Они хотят перевесить это на водителей, которые вообще не понимают принципы обработки этого автомобиля. И сейчас хотят вроде как по инструкции на нас. Кто должен заниматься дезинфекцией машины? Водитель? Дезинфектор должен заниматься водителем? Так, не учите тут меня. Понятно? Солидарность у коллективе працанников медической установы повстала после того, як некоторые из них отримали вымовы. Они якобы за нарушение масочного режима. То есть утром я приехал на работу, поднимался по лестнице к своему кабинету, и меня в это время заметил главврач. То есть через полчаса позвонил юрист и сказал прийти написать на крыльце. Я даже не дошел до рабочего места. Я приказа вообще не видел масочного. Где это ходить в маске? Ну понятно, что ходить внутри, да. На улице, я думаю, что нет. Мы попросили головного доктора прокомментовать ситуацию. Пожалуйста, покиньте рабочий кабинет. Пожалуйста. Вы одновляетесь, я даю комментарий? Да. Шамок? Я с вами не хочу разговаривать. Чакали работники до помоги от Державного профсоюзу. Але у призначенный шаз до их просто никто не приехал. Мы надеялись, что приедет к нам председатель правкома нашей, располкома наш. Ну короче, большое человеческое спасибо мы услышали. Один из подел на обскаржене вымову. Процелники медичную установу складаются на правооборонцев. После ознакомления с этим приказом мы будем обскарживать его. С початку пойдем в комиссию по операционных страничках. А потом, коли потребуется, то пойдем и в суд. Белсад будет сошить за развитием подеял. Алена Дубовик, Белсад.